Ну и не будем томить, мы с вами начнем. Начнем с первого доклада. Как сохранить рассудок, когда ведем больше пяти проектов. Почему вообще секция называется менеджмент по-крупному? Почему выбрали такое название? Оно обосновано тем, что мы бы сегодня хотели поговорить про моменты какие-то масштабные, когда нужно мыслить глобальнее, масштабнее. Конкретно в данном докладе это выражено в том, что менеджер может вести и 3, и 4, и 5, и больше проектов одновременно. Сейчас чуть-чуть подробнее это разберем. Очень интересно узнать. Могу вас попросить, пожалуйста, поднять руки вот практикующих специалистов из IT-сферы. О, супер, очень-очень профильные. А именно проекты и продукты. Кайф, кайф, супер, спасибо. Тогда мы с вами, может быть, еще какие-то даже более тонкие моменты разберем. Итак, смотрите. Хочется поделиться опытом и с вами порассуждать, как происходит у нас в студии. Менеджер. Мы не делим менеджеров на, к примеру, менеджер чисто техподдержки или менеджер, который специализируется на гибких, а кто-то на каскадных. Менеджер может вести проекты совершенно разного уровня. Тут в том числе по… даже если методология классическая, тем не менее, кружочки разные, потому что масштаб этих проектов может быть разным. И, как видите, нужно держать в фокусе внимания совершенно разные вещи. И какой-то супербольшой каскадный проект. И какой-то мегагибкий, когда постоянно изменения спринты и куча ритуалов весь день в митингах и встречах. И техподдержка. ТП – это техподдержка, то есть какие-то таски, которые появляются по ходу. Нужно что-то пофиксить, доделать, поддержать. И каждый менеджер, у него есть вот такой набор совершенно разношерстных, разносортных проектов, которые нужно держать в фокусе и еще как-то успевать и ставить таски, и с командой общаться. У нас с вами есть много своих человеческих ресурсов, но мы посчитали, что, наверное, наиболее такой важный для менеджера, чтобы все это успевать, это ресурс или компетенция, можно его назвать, или скил, навык. Мы все-таки просто посчитали больше это ресурсом. Это ресурс внимания. Почему он так важен? Потому что без, наверное, этого ресурса не так, уже почти нет смысла в том, чтобы качать какие-то скиллы. Неважно, сколько мы имеем в распоряжении информации. Ресурса внимания нет, а значит, мы не можем его правильно применить, то есть сфокусироваться. Ресурс внимания конечен. В этом самая главная фишка. То есть, конечно, можно и 3, 5, и 10 проектов вести, но рано или поздно мы упираемся в потолок, понимаем, что задачи копятся, письма копятся, митинги уже не успеваются, и это выливается в крупные простои. Но менеджеры, проекты или продукты нет, конечно, единой классификации. Мы с вами это понимаем, что от компании к компании стек, с которым мы работаем, технологии, методологии, они очень-очень и очень разные. То есть, даже если посмотреть на какие-то типовые резюме, типовые вакансии, вроде бы, казалось бы, требования очень похожи, но тем не менее внутри обязанности очень разные. Но мы сходимся в одном. Тут чуть-чуть стоит поучиться у разработчиков и выделить ключевые сущности, с которыми мы работаем. В данном случае мы выделили три. Это проекты, процессы и коммуникации, с которыми работает, наверное, каждый менеджер, вне зависимости от специфики компании, подхода или методологии. И пройдемся по каждому из них. Что нам нужно делать, чтобы успевать больше двух-трех проектов. Процессы. Что мы подразумеваем под процессами в проектном менеджере? Процессом в данном случае можно назвать, в принципе, любое повторяющееся действие, которое можно задокументировать, регламентировать и которое необходимо нам в работе на повседневке. Скорее всего, даже какой-то банальный процесс, когда мы не то чтобы митинг проводим, а даже какое-то супер совещание тет-а-тет, даже это можно развернуть до процесса и описать к этому какие-то правила. И возвращаясь к той теме, что у нас много проектов, проектный менеджер один, ресурс внимания конечен, держа все это в голове, мы понимаем, что может что-то не успеться, что-то где-то в каком-то моменте возникнет простой. Тогда нам нужно начать декомпозировать нашу проблему, понимать, что хотим решить. В общем, описание ясно. Но дальше, конечно, нужно декомпозировать и понять, что… Ну, вот по такой схеме. То есть мы понимаем, что есть какая-то потенциальная проблема. Ее нужно сначала проанализировать, декомпозировать, внедрить и поддержать. Это мы с вами дальше разберем. Мы выделяем вот такую проблему. Есть у нас команды и их уровень автономности. И есть уровень контроля менеджера на конкретно взятом проекте. В данном случае, если диаграмма похожа на вот такую ситуацию, то определенно есть какие-то сложности, потому что проектов много, уровень контроля высокий, уровень автономности низкий. Соответственно, если человека выключить или если вдруг будет слишком много важных событий за несколько дней, то все может пойти очень плохо. Соответственно, есть у нас такая большая проблема. Обозначим ее как уровень автономности. Поняли. Дальше нам нужно ее декомпозировать. Из чего складывается вообще автономность и что мы подразумеваем под контролем. Есть много-много-много вещей, которые проектному менеджеру нужно контролировать. Мы с вами сейчас просто на нашем примере разберем на одной конкретной подзадаче. Декомпозировали и предположим, задали себе вопрос, на что уходит внимание. Потому что нам нужно этот ресурс беречь. Будет внимание, будет и все остальное. Куда уходит? К примеру, есть такая потенциальная проблема. Таски ждут другие таски. Что это значит? Сформировали, бэклог, если мы идем по гибкой методологии. Или назначили задачи в принципе на какой-то большой этап, если по каскадной. И начинаем понимать, что таски у нас зависают. Прямо на доске. Или на доске вроде бы двигаются, но по факту это не совсем так. Они зависают, потому что ждут выполнения следующих задач, которые влияют на предыдущие. И вот таким образом у нас формируется простой. Проектный менеджер в этом задействован непосредственно. Прям супер задействован. И уровень его внимания здесь супер повышенный, потому что нужно за этим всем делом следить. Мы понимаем, что есть в этом какая-то трудность, какая-то сложность. Как решать? По крайней мере, как делаем это мы? Здесь все до банального просто. Задаем себе несколько вопросов. Как вообще должно быть? Вопрос, казалось бы, очень простой, но тем не менее очень часто дает хорошие ответы. Как вообще должно быть? Как они должны двигаться? По какому флоу? По какому, может быть, там фреймворку процессному? Как должно быть сейчас? И почему? Тоже важный вопрос. Почему это работало раньше? То есть, наверное, проблема возникла не вчера, не час назад. И, наверное, какой-то опыт уже есть. И когда-то это работало, когда-то не работало. Такой вопрос тоже стоит задать. Почему это работало? Что поменялось? И как должно быть сейчас? Выделили. Нашли решение. В данном случае, к примеру, если у нас таски ждут другие таски, мы такие решаем, что ага, проблема очевидная, все понятно, нужно иначе приоритизировать, нужно брать вместе с разработчиками, садиться, выделять более важные, делать их в первом приоритете, потом следующие, следующие и так далее. Возможно, в данной ситуации проблема была в том, что менеджер, к примеру, поторопился и распределил эти приоритеты сам, не спросив разработчиков. И вот такой затык произошел. Поняли. Поняли, что не так. Поняли, что нужно сделать. Все же как бы понятно. Внедрили. Желательно. Сильно желательно. Где-то регламентировали, задокументировали, все записали. И не забываем, конечно, про постподдержку. Потому что здорово все описать, но это нужно еще и поддерживать. И все. Мы довольны. Проблема решена. Уровень автономности повысился. Контроль PM понизился. Но далеко не факт. Далеко не факт, что это мы с вами нашли root case. То есть какую-то ключевую проблему. Очень вероятно, что потратили время, проварились. Да, что-то решили. Возможно, даже хорошо поддерживаем. Это дает там чуть-чуть плюсиков в карму. Но, возможно, это не ключевая проблема, не ключевой кейс. И поэтому уровень автономности меняется совсем чуть-чуть. Контроль тоже меняется совсем чуть-чуть. Чтобы дальше этот процесс проходил, как видите, здесь нет выхода из этого кольца. Мы постоянно смотрим на то, какие есть сейчас проблемы, что нужно выделить, декомпозировать, внедрить и поддержать и так далее. Это бесконечно, пока мы не найдем пару клевых root кейсов. Они обязательно найдутся, если по вот этому кольцу проходить, проходить, проходить. Мы нашли там root case какую-то ключевую проблему. А может быть она конкретно в данном случае, про который с вами говорили. Очень вероятно, она была не в конкретном моменте, не конкретно в этот раз. Мы чуть-чуть неправильно наполнили бэклог. Скорее всего, здесь лаг какой-то постоянный. Возможно, мы неправильно собирались и обсуждали, и планировали. Возможно, вообще неправильно декомпозировали большие задачи. Нашли какой-то root case, решили, чуть-чуть себе ситуацию улучшили. Там контроль понизился. Но, возвращаясь к основной теме, пока звучит здорово, вроде все просто, особенно, когда это один проект. Можно успевать делать метрики на нем, можно проводить тысячу митингов, совещаний. Но вспомним о том, что у нас их пять. И та проблема, которую мы решили. Нашли root case. Почему бы не взять и не применить это все на остальные проекты, причем даже не одного конкретного менеджера, а вообще на все-все-все-все-все в студии. Потому что, наверное, это какая-то тенденция глобальная. Здесь стоит вспомнить о том, о чем говорили в самом начале, что проекты супер разные. Есть waterfall, которые корпоративный сайт. И это вопрос трех месяцев и один flow работ. Есть waterfall, но огромный большой агрегатор, по которому процессы выглядят несколько иначе. Техподдержка вообще живет в своем мире по своим процессам. Поэтому не всегда можно взять этот root case выделить и применить на всем-всем-всем остальном. В каждом из проектов такую процедуру нужно проделывать. Но, тем не менее, проделывая ее, мы тратим время на то, чтобы сделать лучше в перспективе и постепенно-постепенно снижаем уровень своего присутствия, своего контроля, повышаем автономность и живем чуть-чуть лучше. Проектов. Проектов-то у нас пять. И рано или поздно обязательно возникнет вопрос. Скорее, рано, даже чем поздно. Все же срочно. Почему бы не взять и не сделать все задачи? Ну, это вроде просто. Но их очень много. И проектов много даже на одном менеджере. Соответственно, нужно понять, как нам вообще приоритизировать уже на следующем более высоком уровне, на уровне, в принципе, проектов. И куда направить свой фокус внимания, повторюсь, который очень конечен и исчерпаем. Это пример наш. Разумеется, здесь можно критерии для классификации подставлять свои, то, что важно вам. Мы классифицируем по вот таким параметрам. Выделяем все проекты, которые у нас есть, и классифицируем их по первой стадии. Здесь подразумевается, насколько в активной фазе сейчас находится проект. Чем активнее, тем, понятно, априори нужно больше присутствия, потому что много чего происходит. На каком уровне сейчас у нас лояльность с клиентом? Это всегда мега важно. Об этом всегда стоит помнить. И если вдруг там ниже, чем A или B, это уже очень такой хороший звоночек к тому, чтобы фокус внимания переключить. Тут, наверное, мне стоит оговориться, что, опять же, поскольку практики довольно разные, в нашей ситуации нет деления на ресурсного менеджера отдельно, который может распределять ресурсы команды, стэк менеджера, может быть, еще какой-то отдельный аккаунт, но аккаунт менеджер есть, деливери менеджера и так далее. Настолько большого деления нет. Поэтому чем меньше вот эти роли декомпозированы, тем больше, соответственно, приходится менеджеру брать на свои плечи. Он становится там и аккаунтом, и ресурсником, и чуть-чуть HR. Но так всегда по чуть-чуть, но в данном случае это становится прям обязанностью. И поэтому за такими вещами, как лояльность, нам деливери или аккаунт могут не помочь. Нужно брать на свои плечи, и поэтому обязательно за этим следить. А их ни один, ни два. Поэтому выделяем, понимаем, кому сейчас нужно приоритизировать внимание, и это фиксируем. Емкость. Емкость. Ну, здесь, в принципе, такое обычное понятие. Сколько нам еще работ предстоит впереди? Сколько, может быть, можно будет еще допродать? Какие вообще перспективы? Закончится он послезавтра? Или закончится уже там, с вашими, дети будут доделывать? Команда. Немаловажный аспект, который, к сожалению, наверное, может потеряться в процессе вот этой бурной работы, потому что надо же постоянно таски-таски-таски делать. Можно случайно где-то этот момент потерять. И за этим мы тоже охотно стараемся следить. И об этом помнить и выносить в отдельный критерий. На каком уровне сейчас отношения с командой наши вообще? Насколько там все нормально? Насколько внутри у команды все хорошо? Ну и второй немаловажный момент. В принципе, такое понятие, как мотивация, работать над конкретным проектом, не в целом даже, не общая такая мотивация всего-всего по жизни. А можно в какой-то момент загонять по срокам, по задачам и потерять мотивацию команды конкретно к данному проекту. К примеру, там все, охладили, неинтересно, не злит и так далее. Вот этого не надо допускать. И поэтому тоже, если мы на уровне А, Б, там еще как бы можно свое внимание немножечко убрать, перенаправить в другое место. Но если там С или еще хуже Д, это прям звоночек, что надо супер-супер быстро возвращать внимание и приоритизировать его в своем списке задач. Ну и таким образом, да, какой итог из этой истории? Мы получаем определенный там рейтинг, классифицировали свои проекты, перераспределили свое внимание таким образом, чтобы подтянуть в первую очередь там, где все прям печально, выйти на уровне Б, А. И таким образом будет чуточку понятнее, по крайней мере нам внутри, куда сейчас все ресурсы, все внимание уходит. Это мы с вами поговорили про то, чем мы сейчас занимаемся по области проектов и процессов. Осталась еще такая штука, как коммуникация. На нее, конечно, уходит тоже, думаю, вы в этом плане солидарные. Бывают дни у нас с вами, когда вроде бы работали, вроде бы было там пять совещаний, но остается вот такое чувство, что работать-то когда? Когда у нас митинг, потом ретроспектива, потом созвон с клиентом, потом еще один митинг и так далее. И это все по кругу. Поэтому коммуникация сжирает тоже очень-очень много времени, особенно если она проходит как-то неэффективно. Времени на прям работа-работа остается меньше. Что мы сейчас активно внедряем, над чем работаем? Над двумя вещами. На них пока сфокусировали внимание. Первое – это здоровая эскалация. Под эскалацией, но в данном контексте мы понимаем, наверное, обозначение проблем и поднятие их на более высокий уровень. Эскалация, говоря про эскалацию, имеем в виду не только уровень проектный менеджер и высшее руководство. В чем там бывает затык? Само слово даже там «эскалация» может вдруг нести немного такой негативный характер, что эскалировать куда-то туда свои проблемы, кого-то попросить ими заняться, это как-то не очень хорошо. Нет, нужна здоровая эскалация, то есть открытый разговор и прозрачный о трудностях, о сложностях с аргументацией, почему так, а не иначе. И есть как бы один уровень эскалации от менеджера среднего звена до руководства. Это одно. Но есть еще у нас с вами команды, и внутри которых нам тоже необходима эскалация. Не надо ждать, пока пройдет весь двухнедельный спринт, и мы на ретроспективе поймем, что были проблемы еще в первый понедельник, и они не эскалировались никуда. И так и остались внизу, и поднялись только через две недели. Поэтому то, над чем сейчас работаем, это такое здоровое отношение к эскалации, к обозначению трудностей, сложностей, и самое главное, открытый разговор. Нам это как поможет вести пять проектов. Чем быстрее будем эскалировать, и чем это будет прозрачнее, тем меньше вот этот технический долг будет копиться. Технический долг, ну, в нашем менеджерском понимании, он же тоже есть. Тоже есть кипа писем, которые лежат там, неотвеченные в почте. Есть кипа чатов, и вообще еще не назначенные one-to-one. Мы понимаем, что срочно уже там пора поговорить, есть какие-то моменты, но митинг, встреча другая, и снова не успелось. Поэтому эскалируя проблемы, мы себе высвобождаем немного времени. И такая, казалось бы, понятная и базовая вещь, но умение грамотно фасилитировать не идет в комплекте с проектным менеджером. Ну, то есть это не такая компетенция, которая, ну, говорить умею, значит, и сфасилитировать смогу вообще любого уровня разговор. Не совсем. Тоже в течение работы становится понятно, что про такую вещь, как фасилитация, нужно вслух поговорить, что это такое, чем там нужно вообще заниматься, и почему там обозначить встречу и посидеть, послушать, это не то же самое, что быть фасилитатором и модератором беседы. Здесь мы выделяем 4 столба, столба самых таких важных, наверное, которые помогут хорошо фасилитировать. Безусловно, это визуализация. Понятно, что информация всегда здорово воспринимается, когда есть куда посмотреть. Есть экранчик, телевизор, флипчарт, что угодно, что под рукой есть. Главное, чтобы было видно. Голосовое сопровождение именно в первую очередь от фасилитатора, то есть всегда какое-то обозначение того этапа, который сейчас происходит в беседе или той темы разговора. Исключение конфликтов и исключение дискуссий. Это очень важные моменты, особенно четвертый, на котором, как мне кажется, наверное, большая часть времени это и уходит. Любая дискуссия, если это прям дискуссия, какая-то полемика, она очень стремится к тому, чтобы присвоить ей тезис любая дискуссия априори деструктивна. Это пока еще по нашему опыту по крайней мере не в 100% случаев, но, как правило, как правило, много времени теряется. В исключении конфликтов и дискуссий нужно просто помнить про цикл вмешательства. Там речь о чем? О том, что всегда надо держать руку на пульсе и понимать, нужно ли нам сейчас вмешиваться в конфликт, если он вдруг происходит или какая-то полемика. Или в данном случае будет логичнее чуть-чуть дать этому волю и в дальнейшем этот момент будет как раз-таки решен и сэкономит нам время. Ну и последние артефакты. После каждого сбора, митинга, какой-то вообще полезного разговора по итогу должны быть какие-то артефакты. Это в чем-то должно быть выражено, куда-то записано, где-то зафиксировано, чтобы какую-то пользу потом нанести. Таким образом, чтобы не сходить с ума и вести по много-много проектов разного уровня, важно уделять время тому, чтобы прокачать, если резюмируем, мы на данный момент выделили вот три пункта. Прокачать свое отношение к проектам и свое внимание там, ресурс внимания, процессы, то, как мы делаем, особенно каждодневные, особенно рутинные какие-то задачи и коммуникацию. Спасибо за внимание. Готов на ваши вопросы ответить. Как вообще организовано будет у нас сегодня с вопросами и с дальнейшими спикерами в том числе? Поднимайте ручку. Да, вам передают микрофон, и мы с вами общаемся. Слушаю. Привет. Вести много проектов одновременно. Это скорее печальный период отсутствия должного количества менеджеров, или это тот навык, которому менеджер должен стремиться? Клевый вопрос. Спасибо. Я на самом деле, если честно, не думаю, что это печально. Понятно, что здесь есть какая-то, наверное, золотая середина. Если бы у менеджера был 1-2 проекта, могли бы выиграть, ну даже в данной концепции, кучу-кучу времени на то, чтобы сделать какие-то клевые, интересные метрики, которые нам бы помогли впоследствии каких-то проблем не повторить. Больше бы времени уделяли команде и клиенту, и априори не спускались бы по рейтингу в B, C и D. Но если рассматривать с другой точки зрения, с точки зрения, сколько один сотрудник, наверное, может пользы сгенерировать и нанести, есть тоже определенный лимит проектов, и мы понимаем, что можно успеть еще и одно, второе и пятое. То, к чему еще не пришли, если честно, нужно, определенно нужно, вот эту границу понять, как вычислять, она субъективная. Мы не можем вывести правило, что 5 проектов это норм, 6 не норм, или 3 норм, 4 не норм. Она довольно такая индивидуальная, поэтому следующее, что нужно будет сделать, вот эту адекватную границу понять и уже ее придерживаться, да, и тогда не возвращаться к вопросу нехватки менеджеров и вообще кадровых ресурсов. Ответил? Спасибо. Ага, вот здесь есть вопрос. Благодарю. Добрый день. Спасибо за презентацию. Вопрос. Вот ты выводил на экран таблицу, как раз-таки, менеджерская. А, Б, С, Д. Вот я менеджер, у меня, например, в работе сейчас 7-8 проектов, и скажи, как вы адекватно оцениваете важность той или иной задачи в разных проектах? Ну вот, например, у меня все проекты срочные и важные, вне зависимости от этапа, там есть везде свои бюджеты, сроки. Я такая, все, как бы, надо все делать, как бы, и когда вот ты превращаешься в такого клоуна, который пытается успеть все везде и сразу, как бы, как правило, не получается. Вот как вот вы расставляете этот приоритет между важностью проектов, задач? Вот адекватная именно, адекватная оценка. Спасибо. Есть такой процесс, вот как раз тоже процесс, который можно еще дальше оптимизировать. Мы это называем срезы, когда мы собираемся все вместе менеджерами и обсуждаем, в принципе, текущее состояние. То есть к тому моменту, когда мы пришли к заполнению там таблички и расставления приоритетов, у нас есть там зафиксированная история вообще, как проекты двигались, что с ними происходило, какая история, как там все устроено. На срезе это определенно должен, в моем понимании, делать не один человек. Вот эта оценка лихо, лихо может скатиться в лютую субъективность, если это самому сесть и проставить, и сказать, все, давайте так, сейчас мы там товарищу с проекта B, ой, с проекта 1 говорим, что он у нас пока подождет, мы пошли на проект 5. В принципе, вот этот инструмент ни в коем случае не говорит о том, что вот этих ребят, какой бы, а, ну вот проект 1 хороший, да, как будто бы А, Б, Б, А, все, менеджер может ноги на стол закинуть и как бы не общаться с клиентом там пару недель. Ни в коем случае. Просто фокус внимания смещен на сейчас какие-то более приоритетные вещи. И возвращаясь к тому, как адекватно эти классификации расставить. Во-первых, коллективно обязательно, ну, если есть ребята, которые тоже погружены, но не разработчики, а вот те, кто как раз с клиентом общается, видит, то есть либо менеджеры, коллеги, либо, может, если есть там аккаунт и так далее, такие ребята, коллективно эту оценку ставим. Если вдруг она не очевидна, а здесь, наверное, все категории можно с легкостью декомпозировать еще на несколько-несколько более мелких. Здесь ответ, ну, он всегда в простой декомпозиции. Ту же самую лояльность. Мы ее можем подробить очень сильно на то, насколько мы там, насколько у нас оперативно идет общение и продуктивно в почте. Это там вообще супер маленький отдельный уровень. Насколько мы общаемся формально, неформально, насколько высокий уровень доверия к нашим решениям техническим, то есть прислушивается к нам или говорит, нет, ничего не знаю, хочу так, делайте так. Вот. Итого, коллективно, с декомпозицией. Счастья, здоровья. То есть интуитивно не проставляете эти оценки, а вот используете именно определенные инструменты, которые помогают определить определенный уровень на проекте. Интуитивно очень высок шанс, ну, вот, да, слишком субъективно это сделать и потом пытаться понять еще, где вот был как раз этот лаг. Так что лучше, да, лучше с декомпозицией. Спасибо. Наверное, крайний вопрос, да, по этому докладу. Вопрос про табличку. Используете ли вы какие-нибудь инструменты автоматизации, то есть, например, дашборды, которые позволяли бы у вас сводить вот эту мультипроектность и если у вас возникает проблема на каком-то проекте, ну, отражать в виде каких-то уведомлений. То есть автоматизируете ли вы это все просто руками составляете раз там в две-три недели? Ага, спасибо. Дашборды обожаем. Это первый момент. Да, клево всегда выводить, в принципе, всю ситуацию по проекту на какой-то общий экран. Как у нас это работает? У нас есть собственный продукт, Craft CRM. Ни одна CRM-ка не подошла, чтобы прямо уж совсем всем нашим требованиям отвечать, поэтому есть своя. И в ней мы можем следить и хорошо за временем, и хорошо за тасками, поэтому большая часть организована там. А все, что еще пока не допилили туда, то, что еще лежит на будущее, это все через дашборды. Простите, пожалуйста, сейчас вслух это скажу, но в табличках, в экселевских табличках. Прям вот. Но с дашбордами. Вот так. Все, обещаю крайний вопрос. Здравствуйте. А как часто вы обновляете таблицу? Как у вас процесс этот устроен? Вот именно… Ага, спасибо. Именно с рейтингами, смотрите, у нас есть еженедельный, ну, процесс, еженедельный срез. Каждую неделю мы собираемся с менеджерами и обсуждаем текущее состояние. И, как правило, на вот этом моменте становится очевидно, что что-то поменялось. Особенно там из вот таких вещей, как стадия и лояльность. Емкость, она обычно не так часто меняется, она как была, так и есть. Команда тоже меняется плавно. А вот лояльность или стадия, они могут поменяться прям быстро, стремительно. Можно вообще с А в Д улететь, там, если что-то не так сделать. Поэтому этот момент становится очевиден вот там, на этом процессе. Там же он обновляется. Если вдруг ничего, ну, ничего необычного не произошло, то и к таблице не возвращаемся. Вот так. Все, коллеги, спасибо большое за ваши вопросы. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok